По всех районах города продолжается работа мобильных групп по выявлению нерадивых предпринимателей, тех, кто уходит от налогов, не делает отчислений в пенсионный фонд и, по сути, обкрадывает своих работников в старости. Например, в первые дни января три таких нарушения были выявлены в ХОСТе, в Адлере в 8 из 40 проверенных объектов. Непростая ситуация и в Лазаревском. Посредством онлайн-трансляции сегодня предприниматели из Лазаревского общались с мэром Сочи и объясняли, почему они игнорируют честное трудоустройство. Объяснения были несостоятельными и предприниматели признали свою вину. Борьба с неформальной занятостью продолжится и в этом году, но сейчас штраф за одного нетрудоустроенного работника будет больше – от 20 до 100 тысяч рублей. Я просто предлагаю еще раз сделать выводы. Понятно, что мы вас сейчас накажем. И трудовая инспекция, и все, кто составляет протоколы, мы просто вынуждены максимально применять штрафы. Положено 100 максимум, будет 100. Меры к нарушителям жесткие. Проверка трудовой инспекции и другими структурами – большие штрафы. Они как раз и показывают, что выгоднее вести свое дело по закону. Продолжение следует...